Реабилитация после работы. На самом деле я этот вопрос уже освещала частично в курсе, как видеть хроническую усталость, но здесь я выбрала отдельно те вещи, которые я там не осветила, да, некоторые вещи будут повторяться, но здесь я выбрала немножко другие моменты, немножко дополнила, да, чтобы было более полно, более интересно. Вот тоже очень важный момент, что как, если вот вы очень так вот продуктивно провели рабочий день и под вечер у вас еще там что запланировано, а у вас не хватает сил, вот как сделать так, чтобы восстановиться? Ну, на самом деле, даже если вы просто ставите план, у всех на вечер планы разные. Отдохнуть и привести себя в порядок после рабочего дня – это тоже план. И здесь уже будет немножко другая схема, но об этом мы тоже поговорим, да. Первое, что может помочь быстро реабилитироваться после воды – это контрастные баночки для ног. Если у вас нет времени на то, чтобы сделать контрастный душ, принять контрастный душ, да, сделайте хотя бы контрастные баночки для ног. Единственное противопоказание – это варикозное решение вен. То есть сначала вы опускаете ноги в теплую, в горячую воду, прогреваете, а потом опускаете резко в холодную. Вот. А во время вот прогревания ног вы можете там что-то вот в телефоне делать, там картошку чистить, еще что-нибудь. То есть вот это вариант для тех, у кого нет времени и возможности принять контрастный душ. Потому что это контрастные баночки для ног. На самом деле вот в Таиланде есть такая процедура, которая называется фуд сок, то есть травяной носок. Они добавляют в воду, то есть не просто в воду, они добавляют в воду лимонный сок, отвар лимонграсса и там еще какие-то травки, да. Ну, это отвар лимонграсса и куркума, а нет, имбирь, имбирь, отвар лимонграсса и лимонный сок. Вот эти вот три компонента, они очищают ноги, они тонизируют и как-то снимают, дополнительно снимают усталость и расслабляют. Вот, можно тоже сделать себе такой травяной носок для ног. И также они вводят токсины, вот эта ванночка, да. То есть можно вот горячую сделать как раз-таки вот травяной носок, а потом резко пустить в холодную воду. Вот, обмакнуть и пойти дальше. Вот. Следующее, вот массаж ног. Ну, тоже я повторюсь, о чем я говорила. Я перевела плакат тайский, ну, не до конца, здесь я вижу один квадратик у меня не приведен, остался. Ладно, потом переведу, переводила с помощью тайского менеджера. Вот. На наших ногах сосредоточено очень много точек, которые отвечают практически за все органы и системы. Поэтому тайский массаж ног, он очень популярный в Таиланде. Вы можете вот промассировать вот те органы, да, вот те зоны, которые вас беспокоят. Я сейчас специально по просьбе многих клиентов я ввела в продажу вот палочку массажную. Массаж можно делать как с обычным, ну, не с обычным, с любым бальзамом, да, можно делать. Также вот я рекомендую вот этот вот лосьон. Его немногие знают, потому что многие воспринимают, вот тайский бальзам и знают все. А вот этот лосьон, у него очень, кстати, хороший состав, причем туда же входит каталисис бюкена, который полезен при проблемах с межпозвоночными дисками, которые восстанавливают, стимулируют восстановление. Я вообще очень люблю этот лосьон. Здесь вот большая бутылочка, здесь 250 мл, и он долго хватает, и он реально такой нежный. Он не жирный, он мгновенно впитывается практически, но здорово снимает усталость с ног. Вот, а также вот есть, кстати, скраб для тела с коллагеном, травяной такой, в пакетике. Ну, кто знает, если кому интересно, я потом ссылочку дам. Вот если его тоже использовать при мытье ног с контрастной ванночкой, он тоже суперски снимает усталость. Но вообще вот на все тело, если сделать скраб, да, он освежает и снимает усталость. Дальше вот при массаже головы, лица, если вы хотите отдохнуть, если вы ставите себе целью расслабиться вечером, то используйте вот релакцию Enclam бальзам. Также вот есть бальзам с лавандой, более такая дешевая версия, но этот он просто с натуральными эфирными маслами. На пчели нам воски, без красителя, без ароматизатора, такой весь натуральненький. Вот я его больше на самом деле люблю. Вот есть ЧАЭМ, более дешевая версия с лавандой, тоже можно использовать. Если же вы хотите, наоборот, взбодриться и зарядиться энергией, то можно использовать как раз оранжевый бальзам. Или же от Ван Прома, ну, не Ван Прома, ЧАЭМ, ЧАЭМ, зеленый чай, он тоже немножко бодрит. Вот, и помогает сосредоточиться. Вот по массажу ушей, как раз та информация, которую я вот обещала. Я нашла, на самом деле, много инструкций, много расписаний, поэтому я собрала три. Вот, здесь расписаны вот точки, да, где, какая, за что отвечает, какую промассировать. То есть вы можете, если у вас там ноги устали, да, вы верхнюю часть уха массируете. Если у вас глаза устали, вы вот мочку вот возле начала уха, верхнюю часть мочки, да, массируете. И там, если голова, там тоже точка, которая за голову отвечает, больше внимания уделяете. Вот если поясница вот у вас как-то, то вот тоже точка, которая за поясницу. Но вот тут один вариант, а вот еще две схемы тоже. Если интересно, могу фотографии потом сбросить, чтобы вы могли посидеть, посмотреть. Ну, на самом деле, видите, сколько точек сосредоточено на ухе, их очень много. И активный массаж ушей, он как раз стимулирует все эти точки, активизирует. И кроме того, что просто идет приток крови к мозгу, да, к голове, так вы еще и стимулируете все вот эти вот органы, да, которые, точки, которые с ними взаимодействованы. И улучшайте их работу дистанционно, если можно так сказать. То есть вот у нас много точек на лице, на ушах, на ладошках и на стопах. Это вот зоны, вот если уж ухо недоступно, ну, в смысле, если там ногу не можете помассировать, помассируйте руку. А лучше всего вот массировать ухо, это сразу идет двойная польза. Вот, так, ну, по ушам, да, можете ознакомиться, потом промотать, посмотреть. Будет лучшее качество записи, чем сейчас вы смотрите. Так, тоже еще одна хитрость из тайской продукции. Если у вас вот прям вообще усталость, вам надо что-то делать, а вам надо взбодриться, а у вас вообще голова тяжелая, чугунная, там начинается вроде как головная боль, такая вот хитрость, которую я использую, это мытье головы с жидким бальзамом для волос. Причем если вы, у вас нет примени на маску для волос, вы просто пару капель добавляете этого жидкого бальзама в шампунь. И этот бальзам, он освежает, он снимает напряжение, и он также улучшает рост волос, он питает корни, он снимает зуд, перхоть и прочее еще. На самом деле вот этот бальзамчик я очень люблю, ну, сравнительно, недавно мы с ним работаем, но он постоянно в моей сумочке. Там был случай, когда девушка одна схватилась за щипцы, обожглась, тайка, да, и в туалете я ее застала, когда она пыталась какую-то зубную пасту смазывать ожог, я тут же смыла ее зубную пасту, нанесла ей этот бальзам, и через 5 минут я уже видела, как она обожженной рукой говорит по телефону, да, и смс набирает. Вот, потом все ко мне спрашивают, что это такое, где это достать. Тайцы, тайцы сами спрашивали, весело, конечно, было. Вот, но этот бальзам, он тут реально очень хорошо помогает, там очень классный состав масел, и в отличие от других масел, этот бальзам, он пахнет, он имеет нежно-цветочный аромат, то есть он не пахнет медициной, да, как я сказал, что вот намажусь, бальзам от меня, как от старой бабки пахнет. Нет, вот пару капель этого бальзама, шампунь для волос, или вот смешать его с маской для волос, или с бальзамом поласкировать, да, потом вот нанести, помассировать кожу волос, и дать такую вот свежесть, прилив силы и энергии. Вот можно просто, конечно, нанести, но если вы еще помоете голову, это вообще прям будет супер. Вот. Ну, это вот последний слайд. Да, я вложилась на полчаса раньше, чем я планировала, думала, на 4 часа, вот мы за 3,5 с вами справились. Да, вот также вот по расслаблению, вот я то, что говорила в хронической усталости, там я говорила про шавасану, особенности позы, позы мертвого, здорово помогает расслабиться, именно после работы, если 15 минут вы полежите в темном помещении, да, на полу в позе шавасани, позы мертвого и постарайтесь отключить голову. 15 минут вам хватит, чтобы восстановиться и набраться сил для завершения вашего продуктивного дня.